Вот так сочинская тропа здоровья выглядела две недели назад. Мусор, забитые ливневки, изрисованные вандалами лавочки. На все это обратил внимание администрация Хостинского района Анатолий Пахомов и поручил в кратчайшие сроки привести прогулочную зону в порядок. Мы постараемся, чтобы эти 4,5 километра были максимально комфортны. Не только красивы, это природа создала, а вот максимально комфортны для сочинцев. Это главная задача, которую перед нами поставил мэр города. И мы постараемся выполнить эту задачу. Постарались и выполнили. За работу взялась администрация района и здравницы, примыкающие к тропе здоровья. Все-таки Теренкур – это 10-метровая зона их ответственности. Покрасили лавочки, установили урны, привели в порядок мостики, перила, их цвет тоже обновили. Вдоль тропы меняют освещение. Чтобы гулять здесь можно было и вечером. Тропа открыта до 23 часов. Сотрудники санаториев подрезают кусты, убирают опавшую листву, косят траву. Близится к завершению и работа на смотровой площадке, откуда открывается великолепный вид на море. Балясины уже покрасили. Остались лишь штрихи. Дело двух дней, говорят подрядчики. В последний раз Теренкур капитально ремонтировали пять лет назад. А вообще тропа здоровья в Сочи появилась еще в 30-х годах прошлого века. Протяженность прогулочной зоны 4,5 километра от Мацесты до центрального стадиона и далее до морского порта. Раньше маршрут был популярен и среди сочинцев, и среди туристов. Задача сегодня – возродить традицию оздоровительных пеших прогулок. А для того, чтобы тропу здоровья было проще найти, у дороги установят пять указателей. Вот такого плана будут по курортному проспекту расставлены указатели, на котором ясно видно, откуда начинается тропа, где она заканчивается и в каких местах можно на эту тропу попасть. Все работы планируют завершить за 10 дней. А еще прямо на асфальте нанесут разметку. Так будет проще ориентироваться, сколько километров пройдено. Ведь Теренкур, как один из способов санаторно-курортного лечения, предполагает дозированные пешие прогулки. А еще здесь планируют открыть пункт проката велосипедов и роликов. Все это, уверены местные власти, вдохнет новую жизнь в некогда популярный оздоровительный маршрут.